Здравствуйте! Я активист профсоюза действия Бобинов Григорий Вячеславович, председатель первичной профсоюзной организации 52-й поликлиники, а также председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций фабрично-заводских комитетов Фонда Рабочей Академии. Сегодня я вам расскажу о том, что в Ладейном поле продолжается борьба первичной профсоюзной организации действия за улучшение условий труда, а также за восстановление активиста профсоюза Воронова Леонида Полуэктовича на работе. Итак, на портале Ладейное поле было опубликовано несколько моих статей. Главный врач Ладейно-Польской больницы обратился с требованием. Требования сейчас выведу на экран. В статье Бобинова МПРЗ действия содержится обвинение руководства больницы в лице главного врача Егора Механика Прончева в использовании неисправной техники автомобиля скорой помощи без основательных применений дисциплинарных взысканий к работникам медлительности расхлябанности руководства ЛПУ работе сотрудников отделения скорой медицинской помощи на ведрах с болтами. Вспоминает о конвенции номер 10 о защите прав человека аж 1950 года и требует дать опровержению недостоверных сведений, порочащих честь, достоинствах, а также деловую репутацию. Ну, соответственно, свою деловую репутацию. Итак, в этом ролике предлагаю вам все это рассмотреть. Соответственно, если есть деловая репутация, значит, есть какие-то дела. И на основе этих дел складывается какая-то репутация. Откуда же я беру эти данные? Ну, беру я непосредственно от ваших работников. Перед тем, как создалась первичка, соответственно, они вам писали неоднократно письма. Понимаете, когда работники начинают писать письма, это значит, у них уже все это накипело, взорвалось. И вот это вот уже не знаю, что делать. Говорят, говорят, ну, давайте попробуем написать письмо. И вот они пишут письма, собирая вот в эти письма все, что наболело. Вот одно из них тут аж целых шесть пунктов. И в каждом пункте просто чья-то боль и еще что-то такое. Вот смотрите, письмо главному врачу Егорову Олегу Юрьевичу от коллектива HSMP. Пункт номер один. Просим разъяснить, почему не выполняется дорожная карта и зарплаты далеки от этой средней по региону 42-300 рублей. Второе. Просим разъяснить, как рассчитывается премиальный. То есть коллектив не в курсе, в коллективном договоре не прописано. А если прописан, то, соответственно, на тот момент коллективный договор. Никто не знает, что это такое. Но сейчас есть первичная профсоюзная организация. Будем бороться за заключение прогрессивного коллективного договора. Пункт три. Ввести оплату медицинским работникам за работу в неукомплектованной бригаде в размере 100% оклада. Но оклады там в владельном поле, оклады маленькие. Поэтому это небольшая сумма. Это 100%. И приводят статью 60.2 и статью 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Четвертое. Разъяснить, почему транспортировка плановых больных вне медицинских организаций производится в сопровождении дежурной медсестры именно скорой медицинской помощи. Разговор идет об разукомплектовании бригад. То есть о том, о чем я говорил в своих статьях, в том числе в ролике. Пункт пять. Разъяснить, как осуществляется перерасчет за 2017-2018 год. Здесь разговор идет о том, что были переработки. Они должны быть оплачены в двойном размере. Соответственно, этого не было. Аж два года это не производилось. То есть надо было коллективу говорить, ну а когда же, что же напоминать и тому подобное. Только после этого был, по моим сведениям, произведен перерасчет. Но опять же, никто не видел, как и не понимает, как это все перерасчитывалось. Получили довольно хорошие суммы. Но решили просто на этом, внимание, не заострять. Просто и те суммы, которые получили, были неожиданно большими. Шестое. Рассмотреть вопрос о возвращении надбавки за непрерывный стаж работы. То есть у нас разокомплетовываются бригады. Работает по одному. Ну вот такая классная вещь, как надбавка за непрерывный стаж работы убрана. Соответственно, нету никакого стимула задерживаться именно на этой работе. Именно в этом лечебном учреждении. И классно перейти в другое, потому что ты тут ничего не теряешь. Непонятная стратегия. В противном случае мы будем вынуждены обратиться в трудовую инспекцию. То есть люди доведены до кипения. Письмо номер два. Письмо номер два в общественную палату. Аж ладейного поля муниципального образования. То есть люди доведены до отчаяния. Уже не знают, куда писать. Придумали написать в общественную палату. И вот обращение аж в два этапа. То есть непосредственно от диспетчеров. Отделения скорой медицинской помощи. И от водителей. Диспетчера тут говорят о СООД. О том, о чем я вам рассказывал в предыдущих статьях и роликах. Ничего нового они тут не говорят. Что СООД проведена с ошибками. Почему-то нас лишили всего. Что нам здесь умирать на работе или что делать. Ну это и водители. Это было аж входящее 11 от 19.04. То есть получается больше года назад проблемы оставались и те же. Низкий оклад водителей под пунктом 1. Второе. Сняли дополнительный отпуск за вредность. О чем я вам рассказывал. Третье. Не вовремя предоставляются запасные части для машин. Ну то есть ясно, что если не вовремя предоставлять запасные части. Запасные части нужны для сломанных машин. И вот эти сломанные машины каким-то образом передвигаются без запасных деталей. Вот разговор о ведрах с болтами. Это вот как крен. Это об этом водители просто достала эта ситуация. Ну нет у них инструментов для мелкого ремонта. Тоже непонятно. И вообще проблема из ничего. Возьмите вы в каждую машину, положите этот мелкий инструмент. Пусть они этот чемоданчик передают друг другу под роспись. Было обращение всех водителей скорой помощи аж в октябре 2018 года, что не сделанные вороты. Представляете, вот всю зиму они были со сломанными воротами. Когда весь коллектив сделайте ворота, сделайте. Ну это конечно не медлительность, не расхлябанность. Вот. Но это непонятно что. Почему переход на зимнюю норму расхода топлива был осуществлен 15-12-го? То есть у нас зима идет уже как месяц минимум, а то и два по всяким нормативам. А вот на летнюю 25-го, 0-3-го. Ну и вот этот пункт 7 вообще классный. При получении талонов на бензин А-92 в бухгалтерию стоимость 1 литра 53, а на заправке 41. Ну как вы ответите на эти вопросы? Да, вот. Не знаю чем закончилось вот эти вот обращения. Ну ничем скорее всего многие, потому что диспетчеры как раз и вступают в профсоюз, потому что не решены их основные проблемы, в том числе ошибки при проведении соут. Ну и вот эти моменты с машинами, что это все-таки ведра с болтами отражаются и в этих бумагах. Ладейное поле. Городок небольшой. Залодейно-Польская больницу решила заступиться сотрудник администрации, некто Федотова Елена Михайловна. Ну и куда она написала? Она написала естественно в комитет здравоохранения Ленинградской области. Но профсоюз действий неоднократно сталкивался с этим комитетом по здравоохранению Ленинградской области. Там сидят такие специальные люди, которые пишут специальные письма, из которых ничего не поймешь. Просто такие отмазки. И когда начинаешь их вот в этой изворотливости, а иногда и во лжи, уличать, они просто молчат и никак не отвечают. Это их обычное состояние. Вот давайте рассмотрим ответ посредственно Елене Михайловне Федотовой, что они ответили. Ну, во-первых, они ее как-то вот здесь вот поддевают. Вы не являетесь сотрудником государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области, Владейно-Польская межрайонная больница, и к обращению не приложена нотариальная доверенность на предоставление интересов какого-либо работника. Вот здесь вот они такой вот хитрый маневр. То есть еще вы не приложили одну бумажку, подтверждающую, что вы там что-то из себя представляете. Ну, естественно, она спрашивала, почему такие нищенские зарплаты Владейно-Польской больницы? Что, почему не выполняется вот эта дорожная карта, вот эти вот указы президента 2012 года? То есть не выполняется вообще никакое распоряжение. Вот об этом спрашивала Елена Михайловна. И смотрите, такой вот интересный ответ от господина Рязанова. Ну, я с ним уже пересекался, поэтому ничего нового я и не увидел в его ответе. По итогам мониторинга заработной платы за 10 месяцев 2019 года, среднемесячная заработная плата в подведомственных комитету медицинских организаций по категориям персонала в среднем составила врачи 82 тысячи. Правда, удивительно для Владейно-Польской больницы. Средний медицинский персонал 43-644, младший медицинский персонал, то есть санитарки получают 40 тысяч 422 рубля. И прочий немедицинский персонал, в том числе водители отделений скорой медицинской помощи 27-896. То есть, вы понимаете, вот это вот унижение, которое написано в этой бумаге. То есть, где-то в Ленинградской области получают вот такие вот зарплаты, а, соответственно, в Владейном Поле вообще таких зарплат до век не видели, вообще никогда не видели. И поэтому все мы учились в школе и знаем, как выводится среднеарифметическое. То есть, из этого письма получается, что где-то получают еще больше, потому что в Владейном Поле совсем не такие зарплаты. Они в два раза меньше, чем указаны здесь, ну там может быть в полтора. И вопрос-то стоял, почему в Владейном Польском районе не выполняются? Они вот пишут, а у нас в среднем по области выполняются. Да и разговор о Владейном Польском районе, а не конкретно по области выполняется, опять же, значит где-то больше. Значит, Владейном Польский район вообще не ставят ни во что, раз вот средняя вот такая, а у нас в полтора раза меньше. Да какой в полтора, там в два. Я с санитаркой разговаривал, она говорит, что-то в районе 14 или 13 тысяч зарплата. То есть, там ставят им минимум, который надо платить по региону и все. И вот она ее зарплата. В этом ролике я рассматриваю череду писем именно на одни и те же темы, как вы видите. Просто вот показать, что со всех уровней писали об одном и том же. Следующее письмо, как вы говорили, догадались от главы муниципального района, от Баранова Сергея Анатольевича. Итак, письмо у вас на экранах. И вот комитет по здравоохранению отвечает на это письмо. Ну, там Сергей Анатольевич спрашивал по онкологии вопрос. Что и как у нас пациенты ведутся. И, естественно, о машинах. Таких хороших. Естественно, хороших. Видите, у них тут Форда 2АЖ 12-го года. Вот эти вот Газели 2АЖ 16-го года. И УАЗ 16-го года. Естественно, они такие замечательные. Поэтому глава муниципального района спрашивает, когда придут другие. И вот посмотрите, как издевательски составлено письмо. Как и всегда это делается в комитете здравоохранения Ленинградской области. Они говорят, да у вас 5 автомобилей. Посмотрите. Значит, Форд 12-го года. Форд 12-го года. Газ 16-го года. Газ 16-го года. И вот такая вот фишечка вообще. УАЗ 16-го года. Вы должны быть вообще-то довольны. Но глава-то района обращается, потому что они недовольны. Что-то значит 12-го года скорая помощь. И 16-го года УАЗ. Да это же понятно, что он не просто так обращается. Смотрите, ответ. На все перечисленные в реестре автомобили из скорой медицинской помощи администрации к Бузло Младейно-Польской МБ предоставлены копии документов, подтверждающих соблюдение сроков проведения их технического осмотра. Ну, то есть, представляете, ответ. Им говорят, у нас тут машины уже еле доезжают. И там сейчас колеса отвалятся. Но главный врач пишет, что мы сроки исполняем. То есть, глава района говорит, что у нас машины вообще никакие. А главный врач говорит, что нет, мы тут сроки технического осмотра все соблюдаем. Но мы в России живем и знаем, что между техническим осмотром и исправленным состоянием автомобиля знак равенства ставить нельзя. Если кто-то не автолюбитель и не знает, как это все делается, спросите рядом сидящих автолюбителей. Они скажут вам, расскажут, что такое технический осмотр и исправность автомобиля. Постоянно разговор ведется о поломках. Типа поломки, поломки какие-то машины, ведра с болтами. Что-то такое абстрактное, непонятное. Ну да, у всех в машине есть какие-то поломки. Ну давайте конкретно обратимся к любой из машин. Возьмем акт, который составили водители этого гаража непосредственно на свою машину. Итак, представлен акт. Март месяц 2020 года. Машина B804 UE. В частности, на данном автомобиле уже длительное время фиксируются поломки. Тормозной системы. При нажателе педали тормоза, педаль заклинивает, тормоза срабатывают не сразу. Это машина скорой помощи. Что-то там со сцеплением непонятно. В выхлопной системе выхлопные газы попадают в салон автомобиля. Очень приятно для машины скорой помощи. Работа коробки передач. Рычаг системы передач двигается туго, со скрежетом. Передача скорости переключается не с первого раза. Это на машине скорой помощи. Ну и на приборной доске ясно постоянно горит сигнал АБС. Вот такие вот неисправности. Сцепление не работает. Газы в салоне автомобиля. И тормоза как что-то там переклинивают, заклинивают. Это машина скорой помощи, от которой зависит жизнь пациентов. А тут выясняется, еще и зависит жизнь непосредственно сотрудников. Потому что на такой машине можно в любое время эти 250 километров туда и 250 километров с города Санкт-Петербурга просто не доехать и уехать куда-то, я так понимаю, в Кювет. Данный акт водителей называется «Ужасы нашего городка». Вот такие вот дела творятся в лечебном учреждении Ладена-Польского района. Ну какие дела, такая и репутация. Можно ли испортить такую репутацию нашими статьями и клипами? Ну вряд ли. Ну а жители Ладена-Польского района, это и ваши проблемы, потому что медицина создается не для медицины, а медицинские учреждения создаются для населения. Соответственно, это проблемы всего населения Ладена-Польского района. У вас там более 10 общественных организаций, можно уже что-то придумать. Ну если уж какие-то возникают сомнения, минимум составить комиссию, дойти до лечебного учреждения, там не больше идти двух километров, и составить этой комиссии конкретные акты по этим машинам с независимыми специалистами, ну и что-то предпринять. А первичная профсоюзная организация продолжает требовать. Все те же, это заключение прогрессивного коллективного договора, пересмотр СОУД, который проведен с ошибками, это чтобы машины скорой помощи, именно санитарный транспорт был не более трех лет в эксплуатации, ну и восстановить на работе активиста профсоюза действия Воронова Леонида Полуэктовича. Ну и будьте здоровы, а пока, пока. Продолжение следует...